Меры социальной защиты, соцконтракты и реализацию инвестпроектов обсудили на заседании правительства региона под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Говорили на совещании также о повышении эффективности работы региональных СМИ. Подробности в нашем материале. В 20 муниципалитетах не знают о мерах социальной защиты. Информация о льготах и объемах госпомощи должна размещаться на ресурсе федеральной государственной информационной системы. Однако сервисом пользуются лишь 12 городских и районных образований. Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал руководителей администрации и Министерства труда. Отметил, работу необходимо провести в кратчайшие сроки. Городский округ, город Бульнакск, город Кизляк, город Южно-Сухопулск, внутригородское район Ленинский, муниципальные районы Абульский, Ахуакский, Бабаюковский, Гергеновский. Пожалуйста, уважаемые главы названных районов и другие итоги, которые стоят в зоне риска. Прошу принять безопрогательные меры по внесению сведений о мерах социальной защиты предоставляемых к населению и для государственной информационной системы социального обеспечения. Более 2,5 миллионов неучтенных объектов недвижимости. В республике ведется масштабная работа в этом направлении. По 9 тысячам уже направлены заявки для выявления правообладателей таких зданий. Уже не раз мы говорили о тех преимуществах, что дает вопрос выявления правообладателей ранее учтенных объектов. Для районов и городов это, конечно, налоговый потенциал, в первую очередь, по имущественному налоговому. 705 280 объектов недвижимости. Это потенциальные объекты, которые не являются предметом налоговложения. Почти три из всех внесенных в ЕГРН. Заключить 70% госконтрактов до 1 июля. Такую задачу поставил глава региона Сергей Меликов. На сегодняшний день выполнили 56%. Среди них контракт на строительство водоводов Черкей-Буйнакск и Черкей-Махачкалака-Списк. А также на строительство 17 школ. На 29-22 года проведены конкурентные процедуры. По итогам которых заключено 1265 государственных и муниципальных контрактов. Общую сумму 15,07 миллиардов рублей. Что составляет 31% общего объема заключенных. В том числе с государственными заказчиками 562 контракта на общую сумму 12,2 миллиарда рублей. Муниципальными заказчиками 300 контрактов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Обсудили на заседании правительства и реализацию инвестпроектов. Предприниматели испытывают сложности в связи с введенными санкциями. Для снижения рисков разрабатываются меры господдержки. Так успешно реализуется проект реконструкции аэропорта. Индустриального строительного комплекса в Каспийске. В Ногайском районе появилась первая солнечная электростанция. А в Дербенском районе – суперинтенсивный сад. К нами скорректирована заявка по увеличению затрат на строительство объектов и инвестпроектуры с 380 миллионов до 515 миллионов рублей. И в настоящее время заявка от правительства республики находится на рассмотрении униципального развития. Деятельность органов исполнительной власти республики недостаточно освещают в печатных изданиях. Обозначил проблему премьер-министр. На совещании обсудили, как повысить эффективность работы дагестанских СМИ. Предложено снизить стоимость подписки на региональные издания, организовать курсы повышения квалификации для журналистов и улучшить техническую оснащенность телеканалов. Без сомнения, гос. СМИ должны стать более эффективными проводниками информации от органов власти к гражданскому обществу. В целом, СМИ могут и должны предлагать различные площадки, чтобы профессионально и компетентно разъяснять приоритеты деятельности органов смертной власти те или иные отраслевые проблемы. Вот мы и будем стараться. В завершение Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил руководителям муниципалитетов и профильных министерств устранить нарушения до середины июля. Отметил, у него и Сергея Меликова запланированы выезды в районы и города для проверки исполнения поручений правительства. Любовь Маслов, Махарбека Мариев, Абдурахим Белалов, Даганай, Юсуп Газиамаров. Время новостей.